Здравствуйте, уважаемые телезрители! Поговорить на эту и другие темы мы сегодня пригласили заведующего секретаря Томакольевской Ассамблеи Народа Казахстана Рената Галямова. Здравствуйте, Ренат Фарасов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Пять социальных инициатив, президент, это одна из самых обсуждаемых тем нашего общества. Не случайно вынесена повестка у дня сессии Ассамблеи Народа Казахстана. Скажите о вашем восприятии этого программного документа. Естественно, пять социальных инициатив, которые объявил Ельбаса, это определенный план, по которому в дальнейшем будет развиваться вся наша страна. И причем хочу заметить, что эти пять социальных инициатив, это конкретные действия, направленные на улучшение качества жизни наших граждан. Ну, взять, например, инициативу, связанную с ипотекой. В принципе, много говорили о том, что за рубежом очень льготное ипотечное кредитование. То, что за рубежом намного проще взять и в аренду, и купить жилье. То, что сейчас в нашей стране такие же реформы пройдут, как объявил Ельбаса, до 7% будет ипотечное кредитование. Это серьезная поддержка. У многих, особенно молодых семей, появится возможность приобрести жилье. Да, крышу над головой. Да, крышу над головой, грубо говоря. Очень много в пяти социальных инициативах уделено внимание молодежи. Этот тренд продолжается по всей республике. Особенно меня радует то, что большое внимание уделено студенчеству, строительству общежитий. У нас только в Акмуринской области планируется строительство 11 общежитий в рамках пяти социальных инициатив. И огромное внимание будет уделено образовательным грантам. Буквально за прошедшие годы на постоянной основе работает проект имена и стипендии Акима области. Более 250 человек являются обладателями именной стипендии. Помимо этого, в прошлом году 100 грантов, выделенные из областного бюджета для педагогических специальностей. Они сейчас все проходят обучение. Это реальная поддержка студенчеству, молодым людям, чтобы они вовлечь их в социально-экономическую и политическую жизнь страны. Леон Славович, скажите, сколько делегатов отправило Акмуринской области? Кто входил в их состав? И кто из них был самым старшим по возрасту, а кто самым младшим? У нас 20 человек в состав делегации. Самый старший наш Аксакал Кийков Мирамбек Кийкович, руководитель общественного объединения Хазар Тележаня Мадинет. Самый младший я. Так получилось, да. Самый младший я. Однако у нас Акмуринская ассамблея – это дружная семья. Большая часть из состава делегации – члены Республиканской ассамблеи. Поэтому таким вот составом, собственно говоря, и выехали. Вот расскажите о структуре Акмуринской ассамблеи. Из каких объединений, советов и фондов она состоит сейчас? В последнее время структура ассамблеи и, собственно говоря, вид и деятельность ассамблеи были пересмотрены. Больше уклон сделано не на какую-то культурно-массовую часть, а больше на такие фундаментальные вещи, как благотворительность, медиация, развитие медиации. На это мы делаем упор в своей работе. Так на сегодня в составе Акмуринской ассамблеи действует целая инфраструктура, которая работает на то, чтобы пропагандировать духовенство, единение, добро. Это самые главные цели и задачи. В структуре Акмуринской ассамблеи есть КГУ Когам-де-Келесам, в простонародье, да и мы сами называем его Дом Дружбы, потому что это действительно очень теплое, уютное место, наш дом общий. В нем в составе Дома Дружбы располагаются офисы 15 крупных этнокультурных объединений областных. Помимо этого в состав Акмуринской ассамблеи входят такие структуры, как Совет матерей, Союз мастеров, Советы общественного согласия, ну и также естественно научная деятельность, которой мы занимаемся. У нас есть научно-экспертный совет отдельно, он действует при ВУЗах, да и занимается основной целью и задачей, которая является изучение проблематики региона, именно этнической проблемой. Отдельно уделяем большое время и большое внимание медиации. Да, мы хотели, что по медиации мы отдельно потом поговорим, чуть позже. Вот Вы упомянули Дом Дружбы, Когамда Келесым и Акмуринская ассамблея, вот об уровне взаимодействия этих двух структур, расскажите, пожалуйста, это две разные структуры, но вместе. Абсолютно не разные. Это одна и та же организация, в принципе. Просто КГУ Когамда Келесым является рабочим органом ассамблеи. Если в самой ассамблее, в секретариате, имеется в виду, идет процесс, допустим, более связанный с планированием, с организацией каких-то проектов, то КГУ Когамда Келесым это руки и ноги. Они полностью организацией мероприятий, поддержкой, финансовой поддержкой этнокультурных объединений. И все с этим связано. Поэтому, как бы, эти две организации разделять было бы неправильно. Это одна и та же организация. Понятно. Вот скажите, планируется ли появление новых этнокультурных объединений на территории нашего региона? И нужен ли определенный процент населения, чтобы зарегистрировать это объединение? Сейчас в ассамблее много будет изменений. В первую очередь, это касается деятельности и регламента работы этнокультурных объединений. Впервые вводится понятие государственная поддержка этнокультурных объединений. То есть, получается, сейчас полностью развязаны юридические руки у местных исполнительных форумов поддерживать этнокультурные объединения в этом плане. Потому что их все равно выделяют в особую категорию неправительственных организаций. Это один момент. Второй момент. Вот касается первой части вашего вопроса. Конечно, будет какой-то определенный регламент и вводится понятие как общественное объединение. Ассамблеи. То есть, никого не будут ущемлять, тем более гражданские права, они все защищены Конституцией. Но нужно будет этнокультурным объединением проходить в определенную аттестацию, чтобы быть в структуре Ахмонинской ассамблеи. Или в других каких-то ассамблеи. Именно в структуре целой ассамблеи. А таких категорий, чтобы какое-то население, какая-то определенная численность того или иного этноса, конечно, таких критерий нет. В структуре Республиканской АНК есть совет медиации. В начале нашей беседы уже затронули тему. Есть ли такая группа у нас в Ахмонинской ассамблее? Мы уже выяснили. Кто входит в его состав? И хотелось бы узнать, были ли споры, которые были урегулированы с его помощью. При Ахмонинской ассамблее народа Казахстана работает пол общественных медиаторов. Мы имеем в виду общественные медиаторы. Мы не лезем в медиацию, которая связана с какими-то уголовными делами, с трудовыми конфликтами. Нас интересует именно бытовая медиация, межэтнические конфликты. И все с этим связано. Естественно, уже в этом году, в 2018 году, было с нами соглашено 32 медиативных соглашения. Мы досудебно решили споры, какие-то небольшие, какие-то чуть более крупные. Но эта работа ведется на постоянной основе. И держим всегда руку на пульсе. Если вдруг случаются какие-то конфликтные ситуации, стараемся выходить из этого положения тихо, спокойно, без вреда кому-то, либо искать компромиссы. Вот это самая главная цель всей нашей этой системы. Огромную роль в этом играют целый пул, целая армия Советов общественного согласия. Их более 200 находятся в Акмунинской области, в каждом районе, в каждом сельском округе работает Совет общественного согласия. Возглавляют его уважаемые люди, аксакалы, люди почетные. Естественно, при каком-то конфликте или каком-то споре, чаще всего это бывают мелкие споры, люди обращаются к ним, и мы стараемся все эти вопросы решать дружелюбно и по обоюдному согласию. В конце прошлого года были подведены итоги проекта «100 новых лиц Казахстана». Давайте вспомним, как проходила эта акция и кто стал победителем от нашего региона. От нашего региона 8 человек стали победителями проекта «100 новых лиц». Я вам скажу, люди абсолютно разноформатные. Действительно, смотришь на них, на их биографию, и понимаешь, что эти люди достойны этого проекта и достойный пример для будущего поколения. Ведь среди них такие, как Каблбаев Мурат, это председатель Совета отцов Бурабайского района, у которого более 11 детей усыновил. Это же действительно достойный пример. А вот 1 марта мы его приглашали, он участвовал у нас в нашем мероприятии, посвященном Дню Благодарности. Он от всей души поблагодарил. Потом, помимо этого, еще очень знаковые личности для нашей области, которые действительно вносят постоянно своей деятельностью вклад в единение нашего общества. Такие, как Кинцель Александр, это учитель биологии со Степногорском. Это Айдар Беков Айде, сценарист, ассистирующий продюсер, Жаксынский район. Это Гадзиева Белла, это Дина, наша знаменитая, Жаломан. Если Белла Гадзиева, это Аким сельского округа в поселке Родина, один из самых прогрессивных районов сельских округов нашей области, то Дина Жаломан, мы все ее знаем прекрасно, это наша гордость, чемпионка мира. Немцан Татьяна, заместитель председателя фонда развития общественно значенных инициатив. Ну и Анатолий Добровольский, бизнесмен Саршалынского района, пчеловод, пасечник, меценат. Люди абсолютно разные. Вот еще с Кахшетау Дементьева Наталья, директор у нас Кахшетауского гуманитарно-технического лицея, тоже все ее прекрасно знаем. Она тоже попала в это число акмольцев, которые завоевали высокое звание носить участник проекта «100 новых лиц Казахстана». Благодаря этому проекту появилось 8 победителей, как вы сказали, но, наверное, гораздо большее число стало более узнаваемым, потому что их обсуждали, их показывали, про них писали, про них снимали сюжеты, в том числе и мы. Вот 1 мая – День Единства народа Казахстана. В чем, на ваш взгляд, секрет мира и стабильности нашего молодого суверенного государства? Вопрос философский такой. Само название – День Единства. Все скроется в нем. Наша сила в единстве. Об этом много раз говорил Ельбасе. В любом послании, в любой своей речи он говорит, все это благодаря, даже когда он информировал нас о пяти социальных инициативах, он отдельно подчеркнул, что все это благодаря нашим казахстанцам, которые сохранили единство, мир и согласие в нашем регионе. Благодаря всему этому Казахстан достиг того, что мы сейчас имеем. И, естественно, наша главная задача сейчас все это приумножить и сделать благосостояние наших граждан еще богаче и духовно лучше. Первое мая для нас – это профессиональный праздник. У нас два профессиональных праздника, так получилось – 1 марта и 1 мая. 1 марта мы отмечаем День Рождения Ассамблеи, 1 мая мы отмечаем День Единства народа Казахстана, и поэтому мы особенно с трепетом относимся к этому празднику, готовимся к нему, можно сказать, почти целый год. И не случайно сессия, республиканская сессия Ассамблеи проходит в преддверии этого знаменательного события. Естественно, в течение месяца мы еще проведем свою Акмолинскую Ассамблею. По итогам. Да, по итогам, конечно. Скажите, в чем, на Ваш взгляд, угрозы нашему общему Думу, как нужно этому противостоять? Потому что мир – это достаточно такое хрупкое понятие. Мы видим, как в соседних государствах, в том числе и в странах бывших постсоветских, так называемых республик, все-таки какие-то бывают случаи, ситуации, когда нестабильность, как говорится, получается. Ну, в первую очередь, из личного опыта скажу так. Самое главное – нам разговаривать с людьми и добиваться информационной безопасности. Мы живем в глобальном мире. Процессы глобализации, они съедают наше, как говорится, информационное восприятие. Да, мы обращаем внимание порой на те вещи, которые не стоит обращать внимание. Я вот, когда с молодежью встречаюсь, я говорю, всегда у Вас должен быть здесь в голове фильтр стоять. Элементарно, смотрите Вы, листаете ли Вы ленту в Инстаграме, смотрите Вы телевизор, да, Вы должны понимать, что сейчас наступает век других войн. Если раньше наши деды, да, честь и мы слава, да, воевали на фронтах, да, то сейчас фронт, он везде, да, и это информационный фронт. И в первую очередь информационное беды. Нужно фильтровать, какая информация полезная, какая бесполезная, какая фейковая. Сейчас очень модно говорить фейковые новости, да, потому что они дестабилизируют. Как их подают? Это же другие вопросы совершенно. И поэтому, я думаю, сейчас нам самое главное, это обезопасить нашу молодежь, нас самих, собственно говоря, от вот такого вот информационного негативного потока. Я не говорю о том, что нужно отрезать интернет, да, отключать телеграммы, телеграммы и так далее, и тому подобное. Блокировать. Да, да, не такими методами нужно это добиваться, но все-таки, когда я разговариваю с молодежью и вообще, в принципе, с людьми, я говорю, есть официальные каналы, которые достоверную информацию доводят до населения, да, есть официальные СМИ, есть неофициальные СМИ, да. Конечно, нужно смотреть на это все, да, и делать определенные выводы. Вот продолжайте всего, наша молодежь, вот по предыдущей работе вы возглавляли Управление по делам молодежи. Скажите, вот как вы намерены использовать свой опыт, чтобы именно использовать его в работе с молодежью, вот, в ассамблее в настоящее время? Потому что у ассамблеи есть и старшее поколение, и младшее поколение. Сейчас работа с молодежью у ассамблеи, это серьезно долго, да. Почему? Потому что буквально 15 марта объявили о старте молодежного движения, ассамблеи движения, это не общественное объединение, это будет не какое-то там ОЮЛ или ООО, МЭОО, это будет движение, которое называется Шанг-Ружула. Она признана объединить себя не только молодежь всех этносов, но и всех молодежно-общественное объединение, которые занимаются волонтерством, благотворительностью. Мы вот как выбрали свою вот эту тропинку, по ней собираемся идти. Тропинка сейчас перерастает в большую дорогу, потом она перерастет в большую магистраль, которую мы уже протопчем. Но с молодежью все-таки это приоритет. И сейчас, буквально 25 марта, была встреча Малика Кенезбаевича, председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, Акимова области, с этнокультурными объединениями, где мы впервые презентовали Акмолинский штаб Жанг-Ружула. Пока он состоит из 10 человек. В ближайшее время мы будем проводить конференцию, где выберут лидера. И ребята начнутся заниматься волонтерской деятельностью, пойдут дорогу и добра, справедливость. Довольно длительное время, с момента своего создания Акмолинская ассамблея была просто консультативно-совещательным органом. Сейчас, в настоящее время, она является уже конституционным органом. То есть представители ассамблеи официально назначаются, выбираются первые на сессии, потом назначаются уже в мажорист парламента. От Акмолинской ассамблеи Акмолинской области есть в парламенте представитель Саудбека Абдрахманова. Он недавно приезжал с рабочей поездкой, вы его сопровождали. Пожалуйста, у нас есть время, расскажите, какие коррективы, какова была программа этой поездки? В первую очередь, это была сформирована информационно-пропагандистская группа, связанная с разъяснением пяти социальных инициатив. Это один вопрос. И с разъяснением основных положений закона об ассамблее. Почему? Потому что все-таки закон об ассамблее, он сейчас будет иметь серьезный статус, там расширяются функции и секретариата ассамблеи. И в целом, в принципе, подводится какая-то определенная черта под регламентом деятельности тех или иных общественных объединений. Градация будет объединения областного уровня, регионального уровня, республиканского уровня. Все, как говорится, разложили по полочкам. Естественно, когда выходит какой-то документ, возможно, он может вызвать недовольство у какого-то населения. Потому что есть не до конца понимание этого. Поэтому создаются такие информационно-пропагандистские группы из таких людей, значимых, знаковых, которые приезжают и все это разнести. В принципе, мы побывали в четырех районах области, и в Кокшитав поработали. Да, люди с позитивом отнеслись к этому. Этнокультурное обменение с позитивом объяснили. К этому отнеслись. В целом, такие вещи нужны, потому что должен обмен быть и культурный, и в общении с представителями центра, в регион, в первую очередь. Я надеемся, у нас вообще в планах большой-большой семинар по вот этим всем делам, которые мы сейчас затеяли. Мы его будем проводить в рамках Акмолинской сессии. Да, и также будем сюда приглашать таких людей, как депутата Абдрахманова, чтобы они пообщались с нашими людьми, рассказали все это, донесли. Ну что ж, Григорий Анатольевич, сегодня 1 мая, большой праздник и праздник всего народа. По традиции, вот ваши пожелания нашим телезрителям. Я хотел бы, чтобы наши Акмолинцы жили счастливо, были самыми счастливыми, чтобы всегда над нашими домами было чистое небо. Аш-Шахаспан, Молбакат, Молдер Махабад. От чистого сердца, от всей Акмолинской ассамблеи, от всех этнокультурных объединений, от всех институтов наших Акмолинской ассамблеи пожелать всего самого хорошего, любви и процветания. Спасибо, Григорий Анатольевич, за участие в программе. Еще раз вас с праздником. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, не принимал участие заведующий секретариат Акмолинской ассамблеи народа Казахстана Ренат Галямов. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин